Обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. Губернатор представил комплекс мер по стабилизации ситуации депутатам законодательного собрания края. План разработан правительством с привлечением экспертного сообщества промышленной и банковской сфер, профсоюзами и общественниками. Сразу скажу, это не антикризисная программа. Цель плана – придать дополнительную устойчивость региональной экономике и защитить базовые интересы граждан на основе более эффективного использования накопленного запаса прочности и задействования мер, реализуемых федерацией. Глава региона отметил, к началу 2015 года край подошел с лучшими, чем в среднем по России, результатами развития. В январе динамику позитивного движения удалось частично сохранить. Так, почти вдвое по сравнению с прошлым годом выросли объемы ввода жилья. Продолжается реализация практически всех крупных инвестпроектов. В числе мер, предложенных региональными властями – продолжение работы по формированию благоприятного инвестиционного климата, поддержка системообразующих предприятий. Формируется реестр приоритетных списков продукции с точки зрения импортозамещения. Поддержат также малый и средний бизнес. Финансово – за счет снижения налоговой нагрузки, установления льготных налоговых периодов, а также за счет снижения административных издержек. Мы с представителями контрольно-надзорных органов отдельно проговорили необходимость умерить пыл проверяющих, руководствующихся только числом проведенных проверок и изменить отношение к бизнесу. Но и бизнес, в свою очередь, должен изменить отношение к перспективам собственного развития. Сегодня нужно не только ввозить товары из-за рубежа, но и организовывать обратный поток, заявляет Виктор Басаргин. Тем более, что курс национальной валюты тому всячески благоволит. Используется максимально весь ресурс федерации, максимально весь ресурс региона для того, чтобы тем предприятиям, которые вкладывают инвестиции, тем предприятиям, которые развиваются, те предприятиям, которые организуют новые рабочие места, дать возможность завершить свои проекты. И тем самым наполнить доходную часть бюджета и обеспечить все социальные обязательства, которые есть в регионе. Социальные обязательства, в свою очередь, настаивают крылья и власти, будут исполнены в полном объеме. Повысится адресность предоставления льгот, будет расширен список их получателей. Инновацией станет введение мер поддержки для компенсации инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан. Планируется предоставление права единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Расширение направления использования регионального материнского капитала. Увеличение на 20% числа участников системы нематериальных мер поддержки семьи с детьми. Это, к примеру, введение дополнительного дня работы социальных учреждений для обслуживания только многодетных семей. Объем финансирования этого направления в 2015 году вырос на 11,5% до 14,4 миллиарда рублей. В числе других мер, направленных на стабилизацию ситуации, снижение напряженности на рынке труда. Краевые власти заявляют о готовности поддержать в этом до 100 тысяч человек в случае необходимости. Переобучение, временное и постоянное трудоустройство. А также сокращение неэффективных затрат. Зарплаты чиновников обещают напрямую увязать с эффективностью расходования бюджетных средств. А далее ежегодно в течение трех лет снижать расходы минимум на 5% в реальном выражении. В целом, сегодняшнее сообщение и в том числе обмен мнениями, который в виде вопросов и ответов состоялся, на мой взгляд, говорит о том, что мы сегодня адекватно реагируем на те вызовы, которые стоят перед экономикой края и перед социальной сферой. Реализацией стабилизационных мер Виктор Басаргин предлагает заняться безотлагательно. В тесном взаимодействии с законодательным собранием, федеральным центром, органами МСУ и профессиональным сообществом. И уже в марте, на месяц раньше, чем в предыдущие годы, в законодательное собрание будет внесен проект краевого бюджета. Станислав Уланов, Станислав Шубин, Евгений Гилев и Мария Грязнова. Телекомпания «Ветта».